Ну для справки, я телец года быка. Мало того, я еще и езжу на автомобиле марки Торус, то есть я трижды телец. Очень злой такой, чудовище. Особенно оно становится злым, когда его пытаются там прошвырнуть, разменяв наш замечательный телеканал «Звезда» и меня на другой телеканал. Поэтому я вам так скажу. Ребята, нет абсолютно никакой необходимости ехать ни в какую сторону озера соленое. За низкими ценами. Мы вам открываем улицу Бехтерева 8. Я магазин, гараж. Да, естественно, он не в три этажа и не в несколько тысяч квадратных метров. Но здесь и нет затаривания абсолютно ненужным товаром, который просто вытаскивает деньги из вашего кошелька. Дело в том, что я покатался по городу и скажу честно, автомобильный бизнес в городе Магнитогорске, он вот такой нулевой. Вот ноль. Пришлось проехать и так, и так, и наперекосяк. Вот. И только несколько человек фактически имеют нормальное, адекватное отношение к телевидению и понимают, что это за сила. Так вот, с сегодняшнего момента мы раскручиваем новый магазин. Гараж, который располагается здесь, на улице Бехтерева 8. Для успеха предприятия главное, чтобы говорили, а лучше показывали. Вопрос, кто показывает и как. Ну, скоро Магнитогорск получит полное информационное болото и выбора между телевизионным отстоем не будет. А пока можно попросить остатки былой роскоши поделиться славой и крутануть бизнес. Я тут особо в себелюбии не распыляюсь. Тем более мне себя любить-то совсем не нравится. Некого, если что. Но народу надо знать. А я и работаю для народа. Когда-то здесь, на Бехтереве 8, был замечательный магазин «Грузовик». Сегодня грузовики уже наши не в почете. Дело в том, что люди все-таки предпочитают есть на «Хэтлайнерах», на «Новых Маннах», на «Рено» и на «Сканьях». Поэтому магазинчик прикопился к существованию. Но сегодня это магазин «Гараж». И он показывает всем, что, оказывается, можно спокойненько в любом месте раскрутиться, да еще как раскрутиться, особенно если привлечь телевидение. Привлечь телевидение и продемонстрировать сверхнизкие цены. К примеру, на масло «Мобил Супер 3000» – 1140 рублей за 4 литра. Кстати, есть и совсем хлебные цены на самое хлебное масло – «Лукойл». А конкретно 443 рубля за 4 литра полусинтетики 5В40. Курите, конкуренты. А так, главная тема «Гаража» в гаражном месте – это самые низкие цены. Только телевидение прекращает свою деятельность. Ну, нормальное телевидение дело в том, что, ну ладно, что у нас журналистов-то нету, авторы были, а сегодня им тоже нехорошо. Вот, и я начал задумываться о том, что же делать на пенсии. Так вот, на пенсии лучше всего все-таки иметь собственную мойку. Потому что это хороший бизнес. Каждый день несколько тысяч рублей. Другой вопрос – с кем работать? Предлагаем магазин «Гараж». Он стал официальным дилером по продажам автомобильной косметики. Да и, как показала практика, нужен не ассортимент. Машине он в грамотных руках-то вообще не нужен. Нужно масло, фильтра, тормозные колодки, свечи и провода. Это есть. Цены вниз. Самый простой способ заработать деньги вместе с автомагазином «Гараж». Этим делом занимаются владельцы заправочной станции. Дело в том, что не замерзайка здесь, минус 30, которая 4 литра, стоит 70-10 рублей. Самая низкая цена в городе. Что делают владельцы заправочной станции? Они приезжают, покупают его здесь, накидывают еще 100 рублей. 100 рублей, нормальная данная наценочка. Вот, и все. И вы уже попадаете на деньги. Естественно. Но вместе с гаражом на деньги вы не попадаете. В том числе и не попадаете на проблемы со спиной. Потому что, если я сейчас пристану, вот, утеплители на сиденье особенно актуальны для владельцев автомобилей с типа кожаными салонами. Поверьте, это не типа кожаный салон, это кожзаменитель. Накинули Горыныч Егорыч или он маленький есть, Емелька для ребеночка. И все, он уже садится в теплое помещение. Вот. Ну, а раз у нас зима уральская и скоро будет и минус 35 в том числе, то автомобильные утеплители, которые не сгорают, не надо фуфайку никуда кидать. Просто накинули на двигатель. И двигатель охлаждается в 5 раз дольше. Да и на прогреве экономят до 20% бензина. А зимы-то у нас длинные. В остальном конкретная проверка показала. Гараж имеет полное право на существование. Вы в автомобильном бизнесе не первый год. Мы уже сколько делаем-то его. Эти передачи-то наши дивные. Дело в том, что, наверное, необходимо также было вырасти, стать самому крепким бизнесменом и открыть свое новое место. С такими же низкими ценами? Да, цены у нас низкие. То есть стараемся, уже не первый год работаем, стараемся выходить напрямую к дилерам. То есть Москва, Екатеринбург, Челябинск. Чтобы без посредников. Только за счет этого, получается, цены у нас низкие. Я бы хотел все-таки сказать, что вы не стали работать по принципу, взял у одного большого оптовика, скрутил там себе проценты, накрутил свою прибыль и все. То есть напрямую из Москвы. Да, работаем напрямую, как повторюсь еще раз, от больших дилеров. То есть можем даже дать фору, пободаться и с местными оптовиками. То есть милости просим, можете приезжать с базаров. Сделаем цену низкую. Отличный вариант. Но мы же все-таки работаем не только для оптовиков. Есть еще обыкновенные люди. Которые раньше, допустим, будучи в вашем другом магазине, ничего страшного, было такое, теперь мы выросли, сталкивались с такой проблемой, что негде масло поменять. А как сейчас? Сейчас с этим никаких проблем. То есть все недостатки предыдущего места, где был магазин, учтены. То есть рядом буквально в 50 метрах открыли два бокса. Меняем не только масло, отходим от этого, от экспресс-замены. Также машина может заехать, поменять фильтра, поменять лампочки. Если какие-то проблемы с двигателем, можно даже и вплоть до капиталки двигателя. То есть все делаем. Ну и за вами тот самый стенд, который люди любят. Дело в том, что квадроциклы все-таки гораздо более популярны. У тех, кто понимает, где настоящий адреналин живет. Матюль, какая у вас цена? Матюль у нас самая низкая цена. Можете приехать, убедиться в этом. Работаем напрямую с дилером Екатеринбурга. То есть цены... Ну, приезжайте, я говорю, посмотрите. Цена очень низкая. Полный ассортимент, как посмотрите, полный ассортимент Матюля. Что касается квадроциклов, снегоходов, машин. И по цене очень демократично. Например, можно на автомобиль купить масло. Ну, будет оно дороже на 200-300 рублей, например, чем мобил. Но качество это я вам могу просто голову на течение положить. У меня все машины, всех знакомых ездят. Никогда не было никогда проблем. Хоть минус 30, хоть какая температура. То, что мы чепокнули конкурентов, и это правильно. Вы даже не представляете, сколько барыг бодяжит воду в нашем грязном пруду. Нагло, тупо парят не самых богатых людей. Парят с честными глазами. Но выбор-то у вас должен быть, как и мозги свои. И вот вам еще одна конкретная точка для размышления. Вот смотрите, сколько таких в городе. Давайте определимся. Я не буду говорить о монстрах. Ленинский район. Их аж 30. Правобережный плюс ярмарка. Еще 60. По сути, Орджо. Еще 30. Ну, по сути, жить бы автостопу и хорошо. Всем бы хватило, и все были бы довольны. О чем мы говорим? 1700 автомобилей на каждую точку. Ну что? Хватит, я думаю, на каждого. И это только машины города. Вы из меня идиота делаете? Ну, походу так. Только простите, я не идиот. К слову, о кризисах всяких. Там. Кризисы только у вас. И вы не понимаете, как привлечь народ. Газеты и радио. И это абсолютно ничто по сравнению с телевидением. Реально и точно. Так что, господа, вернувшись к людям, я скажу. Два теплых гаража с выходом на улицу. И это для вас 150 тысяч рублей. Масло всякого дадут. Как дадут и аккумы. Как дадут и фильтра. Ну, а дальше ваш бред о инструментах. По абсолютно идиотской цене. И говно всякое для салона. И вот ваш бизнес. Вложившись миллионом двумя, потратив на грамотную рекламу, вы пошлете нахрен пенсионный фонд. Тупо нахрен. Только не берите народ со стороны. А работайте сами. И все у вас будет нормально. Есть у истории начало. Есть у улицы конец. Дело в том, что немного у нас улиц, которые начинаются с запада и идут на восток. Их всего две. Советская армия и улица вокзальная. То есть вокзальная начинается от конкурирующей фирмы и заканчивается здесь. Вот. То есть доезжаете до конца по вокзальной, поворачиваете направо. Либо едете по, получается, Московской. И здесь вот на химчистке поворачиваете уже налево. Приезжаете в наш любимый магазин, который из вас не делает дураков. То есть, к примеру, купили вы здесь самое дешевое масло. И здесь без всяких дураков его за какие-то 100 рублей, вот здесь сервис рядышком, прям пройти-то недалече и поменяют. А время вы проведете здесь же, с пользой для дела. Особенно здесь ждут старых добрых клиентов. Дело в том, что у хозяина есть специальное деловое предложение. Старые добрые клиенты, все, кто помнят Руслана, приезжайте, вам сделают и еще более приятно. В смысле, более приятно.